1 сентября каждый город, каждый населенный пункт пестрит яркостью осенних букетов, нарядностью белых бантов и подчеркивает важность дня строгостью формы. В Кингисепской четвертой школе учебный год начался особенно торжественно. Линейку почтили своим присутствием гости федерального и областного масштаба. Местных учеников приветствовал председатель Государственной Думы Российской Федерации Сергей Нарышкин. Дорогие ребята, школьники, уважаемые учителя и родители, я искренне рад сегодня быть на Ленинградской земле здесь, в Кингисепе, и поздравить вас с начала лучшего года, с Днём Знаний. Этот день каждый из нас запомнился, если не навсегда, то надолго. И сколько лет не прошло с момента, когда каждый из нас окончил школу, мы постоянно возвращаемся к школьному порогу. И не только в мыслях, но и когда ведем своих детей в школу, а потом уже и мы. В этом году у четвертой школы юбилей. В 1975-м, в тот же час, в ту же минуту, она распахнула свои двери для кингисепских учеников. Многие из них спустя 40 лет вернулись сюда снова уже вместе со своими детьми. Среди них и сейчас, и тогда присутствовал Олег Постников. Ему доверили вот такой символический ключ. Он открыл им дверь и первым вошел в нашу школу. Теперь он не Олежка, а Олег Валерьевич, генеральный директор. Сейчас присутствует здесь и привез свою дочь к нам в первый класс. К общему волнению добавляет торжественности эта история длиною в 40 лет. Как и тогда, Олегу Валерьевичу снова вручают тот самый ключ. И он имеет возможность поделиться с собравшимися, что именно для него сделала в жизни его школа. Именно здесь, благодаря замечательному педагогическому коллективу, мы получили прекрасное образование, которое позволило нам потом уверенно поступить в высшее учебное заведение, закончить. Именно вот здесь, в этой школе, мы начали заниматься спортом. Многие из нас стали хорошими, я считаю, великими даже спортсменами. И именно поэтому, благодаря тому, что все у меня в этой жизни сложилось, слава Богу, замечательно, хорошо, я привел сегодня в эту школу первый А-класс, свою долгую. Книжки новые купили, ручки и тетрадки. Постарались, чтоб в портфеле было все в порядке. Посмотрите на меня, вот какой счастливый я. В первых в класс уже хожу. Форму новую. Для кого-то этот день стал стартом в школьную жизнь. Кто-то, напротив, вышел на финишную прямую. Вместе с малышами старшеклассники произнесли клятву учеников. И для всех для них в этот день торжественно звучал школьный звонок. Для старшеклассников этот звонок оказался непростым. Он позвал выпускников на урок парламентаризма. Его в честь Дня знаний провел председатель Государственной Думы. Сергей Нарышкин с удовольствием примерил на себя роль учителя. А сегодня, поскольку сегодня и День знаний, я как председатель государственной Думы, как председатель российско-исторического общества, хотел бы с вами поговорить немного об истории. И не просто об истории, а о истории развития нашего отечественного российского парламентаризма. Присутствие важной персоны, высокопоставленного чиновника, настроило ребят на ответственное отношение к учебе. Главное, чтобы оно сохранилось на протяжении всего года. А для первоклашек все равно школа пока что как игра. И уроком они радуются с присущей им детской непосредственностью. Один, два, три! Полетим! Ну, здорово! Здорово? Да, я знаю.